Как воспитать в себе силу духа и крепость мышц? Японские мудрецы знали в этом толк. Свои знания они передали спортсменам. И вот спустя века дзюдо весна – популярный вид спорта у нас в Башкортостане. Башкирская столица принимает российские соревнования по дзюдо. Сюда съехали спортсмены со всей России. Каково же было мое удивление, когда я понял, что борьбой занимаются девчонки ничуть не реже, чем парни. Что ты делал для того, чтобы победить? Ну, сначала, конечно, это подготовка, тренировки, тренировочный процесс. В общем, соперницы были все тяжелые, поединки тоже, встречи были тяжелые, но короткие. Что дает победа в таком соревновании? Победа, получается, весь пьедестал у девочек отбирается на первенство России. Всего в состязаниях участвуют 145 юниоров и 55 юниорок из 22 регионов России, полторы сотни кандидатов в мастера спорта и 19 обладателей первого юношеского разряда. В общем, собрались здесь только самые крутые. Во всевозможных весовых категориях. Да, в единоборствах распределяют так, возраст уже второе. Ну, а для ребят главное – это медали. Соревнования продлятся несколько дней. Насколько для тебя важна эта победа? Для меня эта победа важна, так как это первый старт в этом новом году. Вот, сейчас мы готовимся к первенству России до 23 лет. Я приехала с города Тюмени, все соперницы были, все достойные. Удача улыбнула сегодня мне, а все так все мы равны. Насколько дзюдо в женском спорте? Дзюдо – женский вид спорта, то есть более подходящий женщинам, девочкам, так как здесь нет никаких ударов. Традицию проведения соревнований в памяти Николая Попова заложили еще в 1990-е годы. Затем мероприятие прекратило существование. Шесть лет назад его возродили. И с каждым годом география и количество участников соревнований возрастает. В дзюдо разрешены болевые приемы и очень важная ловкость, а также принципиальное использование силы противника. Ниндзи из крутых боевиков все это активно применяют. Эти ребята ничем не уступают киногероям. Никита Любименко, Розаля Тукаева, специально для Горы Новостей.